В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались о проделанной работе. Подробности в сюжете. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 2000 обращений. Возбуждено 17 уголовных дел и произошло 270 ДТП. На совещании дорожные и жилищно-коммунальные службы отчитались об усилении их работы по очистке округа от снега. Управляющие компании пополнили штат сотрудника. Особое внимание уделено обращениям жителей по уборке дворовых территорий. Особое внимание нами уделено было отработке тех обращений жителей, которые поступают в социальных сетях и на добродел. Кроме этого, составлен график, начиная с воскресенья, не менее 20% территории каждый день должны очищаться силами управляющей компании. По состоянию на вчерашний день нами очищено уже 41% дворовых территорий и общественных. Соответственно, эта работа продолжена будет сегодня, завтра и послезавтра до полной очистки территории городского округа от снега. Подвели итоги 2023 года по постройке и реконструкции социальных объектов. Новая школа, 4 дошкольных учреждения и столько же объектов здравоохранения. А также произведен капитальный ремонт двух образовательных учреждений. Все социальные объекты введены в эксплуатацию вовремя. Уже подготовлен план новых строительств на 2024 год. Повторюсь, что в 2023 году мы открыли один из социально важных объектов. Но в 2024 году у нас уже план 13 объектов под открытие социально значимого для городского округа. Это 5 школ общей вместимостью порядка 6200 мест. 6 детских садов вместимостью порядка 1500 мест. Взрослая поликлиника на стопочную несмену. И проведем капитальный ремонт 18 гимназии в поселке Томилино. В конце совещания огласили ближайшие новогодние мероприятия в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». А также жителям городского округа назвали дату итогового прямого эфира с главой Владимиром Волковым, который состоится 27 декабря в 19.30. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.